Она одна из самых известных и почитаемых в России святых. К ее мощам в Покровском храме ежедневно приходят поклониться тысячи человек. Считается, что по ее молитвам происходит огромное количество чудес и исцелений. Сегодня мы поговорим с вами о Матроне Московской. Вся ее жизнь стала примером великого духовного подвига любви, терпения, самоотречения и сострадания. Янна Макарова, вы смотрите «Азы православия». Святая Блаженная Матрона Московская. Сложно, наверное, найти человека, который бы ничего не слышал о Матушке, не знал бы историй о чудесных исцелениях и случаях по молитве к ней. Иконография Матронушки, поясная, очень узнаваемая, она в основном изображается, как и была в жизни, с закрытыми глазами, слепая. На голове косыночка, вокруг сияние. И в основном она изображается в таких длинных одеждах, или небесными цветами, или однотонны. Вот в данном случае зеленый и белый платок на ней. Иногда Матронушка по воспоминаниям очевидцев на иконах открывает глаза и смотрит на пришедших к ней молящихся людей. Это как бы она отмечает отдельных людей. Еще при жизни к Матроне всегда шли паломники. Люди приезжали из разных городов со своими болезнями, скорбями, тревогами. Она выслушивала, помогала, исцеляла и наставляла. Перед смертью Матрона сказала, «Все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях. Я буду вас видеть и слышать и помогать вам». Сначала к ней на могилу ходили только те, кто знал о ее божественном даре. Но потом молва народная сделала свое дело. Здесь, на Даниловском кладбище, в 1952 году была похоронена блаженная Матушка Матронушка. И сразу после ее погребения люди потянулись на ее святую могилку. И преподали, просили ее. И так же, как она когда-то помогала дома, так же в духе она уже стала ходатайцей за людей на небе. Так она была прославлена среди москвичей. Здесь сначала на Даниловском кладбище было ее прославление, народное почитание прославления. И до сих пор не зарастает тропка к ее могиле. Матрона умерла 2 мая. Лежать на Даниловском кладбище захотела сама, чтобы слышать службу, как она говорила. В те советские годы кладбищенская церковь была одной из немногих действующих в Москве. Могилка почти на 50 лет стала местом паломничества. Сюда и сейчас приходят люди. Хотя мощи святой после канонизации перенесли в другое место. Сюда, в Покровский женский монастырь, в 1998 году были перенесены мощи святой блаженной Матронушки. И с тех пор люди, жаждущие ответа Господа на свои разные затруднения, на жизненном пути обстояния, приходят именно сюда, к ее мощам, в Покровский монастырь. И не иссякает этот ручеек живой из человеческих душ. Все стоят в очереди и ждут, когда можно подойти и лично сказать все Матренушке. Но даже пока люди стоят в очереди, иногда это бывает час или два, Матренушка всех посещает, Святой Дух присутствует. И люди не чувствуют, что они стоят долго, они стоят на молитве. Приходим сюда, благодарить за все. Конечно, просить женского счастья. Наверное, не секрет, здесь много девушек. Приходят просить, многие благодарят за то, что уже случилось. Конечно, есть желание выйти замуж, родить детей, быть счастливой. И сюда мы приходим именно за этим. Люблю очень это место. С детства сюда хожу. Родители воцерковленные. Матронушка неоднократно помогала и родным, и близким. И мне, и каждый раз, приходя сюда, благодать, даже просто мимо проходя этого монастыря, хочется зайти и сказать спасибо за все. Чем больше очередь, тем больше благодати. То есть обязательно, когда хочешь что-то получить, нужно что-то и отдать. И вложиться тоже в это. И чем больше вкладываемся, соответственно, чем больше очередь, тем больше благодать будет. Долго стояли? Нет, не долго, не больше часа. Обычно в очереди стоят по несколько часов. В выходные и праздники по 7-8. Люди едут сюда со всех уголков земного шара. Несут живые цветы. Одна из чудотворных икон святой находится на улице. К ней тоже стоит отдельная очередь. Надо сказать, что Матронушка появилась в Москве. Вот в самое смутное время, в советский период, после революции, революционные годы она прошла. То есть как бы был вызов дан Господу, что может человек. Вот Бог забыл вроде как людей. А что может человек? И вот святая блаженная Матронушка в ее образе Бог ответил. Вот человек слепой, неходящий. И вот через этого простого человека я избрал этого простого человека, как свой сосуд. И вот простой человек с вами говорит, и вот он вас приводит к Богу. Не революционеры, не Владимир Ленин, не коммунисты, не большевики. А вот эта слепая Матронушка, простая, которая даже встать с кроватки не может. Вот она-то вас и приводит к Богу и к смыслу жизни. И я вас не оставил. Это был нам такой ответ Господа в советский период через Матронушку. Мы не первый раз приезжаем сюда. Мы не местные, с Кисловодска, с юга. И очень благодарны Матронушке. Всегда наши просьбы, которые приходим с нашими просьбами, с нашими молитвами, всегда помогают, всегда слышат. Все, мы очень благодарны ей. Да, Мироня? В Покровском храме тоже находится икона Святой Матроны. Она вся увешана драгоценностями. Люди принесли их в благодарность блаженной за оказанную им помощь. В 2007 году Покровский монастырь из Хмельницкого посетил старчик Иов с Украины. И мы увидели, что икона открыла глаза и посмотрела на него с открытыми глазами. Было уже поздно, без пяти восемь. И мы решили пройти сразу к мальчам. У иконы не задерживаться. Сестры подарили старчику огромный букет роз от Матрёнышки. А когда мы подошли к иконе, она опять была с закрытыми глазами. Икона открыла глаза, Матрёнышка посмотрела на него. Так часто бывает. И стоит вопрос о каноническом изображении, иконном. Делать ли его с открытыми глазами или с закрытыми. В очереди стоят молча. Молятся, плачут, просят о помощи, благодарят. Рядом с ракой стоит прозрачный ящик. Сюда можно опустить письмо Матроне. Записочку с просьбой. Я неожиданно похоронила маму от онкологии. Ровно через год просила о помощи ребёнке. И ровно через год у меня в день прощания с мамой родился сын Арсений. Так что да, Матронушка. Тяжело-тяжело сюда приходить, потому что столько слёз было выплакано. Столько было горя здесь оставлено. Но и здесь была радость приобретена. Поэтому особый храм, особый храм души в Москве здесь у нас. Любим, благодарим. Сегодня пришли поблагодарить за сына. Мы пришли попросить. И попросили. Попросили, да. Очередь прошла очень быстро. Мы не замёрзли, хотя была очень большая. Сначала удивились. Ещё придём обязательно с ребёнком сюда. Я думаю, что всем нужно сюда приходить почаще. Всем верить в чудеса. И всё обязательно сбудется. Верить в Бога. Сложилась благочестивая традиция. Всех, кто приходит к Матрёнушке, получают освященный цветочек. Матрёнушка явилась во сне одной из дежурных на своей магии и просила не приносить искусственных цветов. А однажды на могиле искусственные цветы сгорели. И с тех пор все стали приносить живые. Традиция эта продолжается. Приносят розы, ромашки, хоризонтемы, гвоздики. И каждая в очереди стоит с цветком. Этот цветок лично Матрёнушке предназначен. А после того, как он здесь освящается, сестры раздают его приходящим. Этот цветок кладут в святой уголок. А сушеные лепестки добавляют в чай. Цветочек этот кладут под подушку больного и приносят в больницу. И традиционно эти святые цветы дают большое облегчение больнице. Это вам цветок. И вот вы молились за кого-то, передайте благословение. Вы за кого молились? Вот этот цветок маленький. А это икона Божией Матери взыскания погибших, написанная около 1915 года. Матрона не расставалась с ней до конца жизни. Икона чудотворная. Она слышит просьбы, которые к ней обращены. Это по личному благословению Матрёнушки написано. Человек, который написал эту икону, совершил тяжкий грех. И никак не мог начать эту икону писать. И Матрёнушка тогда ему открыла это. Что, что имеешь грех, а взялся икону писать. Ты сначала исповедуй грех, ты покайся, а тогда ты сможешь написать эту икону. Он очень удивился, откуда она знает, что он совершил грех. А Матронушка вот знала это и видела, Господь ей открыла. Он пошел к священнику, поисповедовался, причастился. И только после этого смог написать икону взыскания погибших. Этой иконочке молятся, когда уже как будто бы мы и погибли. И душа наша уже погибла. И близкие наши, безвозвратные. Вот приходят к этой иконе, молятся. И Богородица все возвращает. И нет окончательной погибели для православного человека. Если мы приходим к Батюшке, исповедуемся, причащаемся, в храме молимся, то Богородица нас слышит. Приходите и молитесь. Зовет вас Святая Матрёнушка. В монастыре три храма. Воскресенский, Покрова Божией Матери и Петра и Феврония. В каждом храме принимаются записки о здравии, об упокоении и сороколосном псалтире. Можно подать имена тех, за кого мы молимся. И матушки монастыря Покровского читают на мощах Матроны просьбы. И просят за имена, которые мы подали. Что мы знаем о Блаженной Матроне Московской? Кем она была? Как сложилась ее жизнь? Известно, что родом она из Тульской губернии, из села Себино. Святая Блаженная Матушка Матрона родилась в конце XIX века, в 80-х годах, в крестьянской семье. В семье было много детей, и младшая дочка родилась слепой. Родители, конечно, были огорчены, Но с детства стали замечать очень интересные ее качества, такие необычные. Во-первых, когда ее крестили, то батюшка, которого звали Василий, ее крестил. Он увидел, что над девочкой поднимается, как такой столб или облако. И благоухание разлилось по храму. И он отметил сразу, что ребенок необычный. Потом на груди девочки был врожденный такой знак креста. Крестик был на ней. Ночью слепая девочка почему-то всегда как-то добиралась на высокую полку, где стояли иконы, и там среди икон играла. Никогда лампадка ей не мешала, и все в доме было нормально, ничего не загоралось. Но девочку какая-то невидимая сила все время влекла к иконам. И стали замечать, что она как-то чувствовала необычно. Очень о многом таком потаенном, глубоко духовном могла сказать. С детьми она пробовала играть, но так как была слепая, детишки ее обижали деревенские. И она больше находилась дома, в раздумьях. В «Житие святой» рассказывается, что уже с 8 лет Матрона имела глубокую веру, способность исцелять больных и предсказывать будущее. Сначала к ней за помощью ходили односельчане, а потом люди узнали о чудесном даре девочки и стали приезжать к ней из разных мест. Желая отблагодарить Матрону, они оставляли ее родителям подарки и продукты. Так, вместо обузы для семьи, Матрона стала ее главной кормилицей. В возрасте около 17 лет у девушки отнялись ноги. Она могла сказать, если лошадь пропала, или что-то случилось, могла отмолить какие-то болезни. То есть она фактически отмаливала грехи. Ведь многие болезни посылаются людям в исправление, или по грехам, или для вразумления. А Матрона умела вот таким своим взором, любовью своей души, она умела умолить Господа о прощении. То есть на ней была благодать Божия. Этого достичь невозможно ничем. Ни тренингом, ни какими-то там университетами, институтами. Этому выучиться невозможно. Это был дар Божий. Дар Господа. И Господь показал, что он почивает в немощном теле. Девушка ведь была слепая. Немощная она сидела. Дочь местного помещика Лидия Янькова несколько раз брала Матрону с собой в паломничество. Они побывали в Киево-Печорской и Троице-Сергиевой-Лаврах, в Санкт-Петербурге и других городах и святых местах России. Сохранилось предание, что однажды на службе Матрону увидел Иоанн Кронштадтский. Он позвал к себе девушку и сказал прихожанам, что это идет его смена. Восьмой столб России. Матронушка приехала в Москву в 1925 году и прожила здесь до последних дней. Уехала она, потому что два брата ее, Михаил и Иван, вступили в партию. Михаил стал сельским активистом. И она, жалея родителей своих и братьев, уехала в Москву. Москву она очень любила. Называла ее святым городом, сердцем России. В Москве Матронушка жила по разным адресам. На улице Ильинской, Вишняковской, у Никитских ворот, в Царицыно. Но дольше всего она прожила на Староконюшенной улице. В доме, который когда-то принадлежал мужу ее односельчанке. В комнате размером 48 метров. По адресу Староконюшенный переулок, дом 30. Все три угла этой комнаты были увешаны сверху, донизу иконами. Перед иконами горели старинные лампадки. Дом, как я говорила ранее, принадлежал мужу ее односельчанке. Днем она принимала людей, а ночью она молилась. И в этой комнате на Староконюшеном на протяжении 7 лет происходило ее духовно-молитвенное служение. Москва того времени была городом очень тяжелым. Люди нуждались в утешении, в молитве. Страдали многими недугами, душевными и телесными болезнями. И Матронушка помогала им. Старинный деревянный особняк, в котором жила Матрона на Арбате, принадлежал семье архитектора Жданова. К сожалению, здание не сохранилось до наших дней. Ты видишь здесь парк, новые дома. Трудно сказать, детская площадка. Но окружающие дома, Матронушка видела вот эти все домики, ну как видела, внутренним зрением. Между прочим, когда мы читаем ее воспоминания, там тоже к ней обращаются. Матронушка, посмотри. Или она говорит, да вижу, вижу все, понимаешь? Вот закрой глаза, что ты видишь? Ты ничего не видишь. Она говорила, вижу, вижу. То есть даже Жданова, вот это, Зинаида, говорил, Матронушка, как я тебя жалею? Не видишь ты Божьего мира, его красоты? А Матронушка говорила, а мне Боженька однажды открыл глазки, показал звезды, солнце, показал зеленую травку, весь мир показал. Все я видела. Для меня Матронушка, это, конечно, святая. Я не могу рассказать о каком-то конкретном случае молитвенной помощи именно мне лично. Но я надеюсь на то, что по ее молитвам жизнь моя, она совершенно по-другому духовно выглядит. И я неоднократно ездила в Покровский монастырь, молилась Матронушке. И кто знает, каким образом она мне помогает. Но я надеюсь, что молитвы ее ко Господу, они не только в отношении меня лично, но и в отношении каждого человека, которые к ней обращаются, находят свой отклик. Так же, как и при жизни, она помогала людям, и, говорят, только не помогала тем, кто приходил к ней с лукавым намерением. Вот я и верую, что если от чистого сердца просить ее, то она помогает. Рассказывают такой случай. Однажды, еще до войны, Матрона пришел арестовывать чекист. Матронушка ему сказала, вот ты тут сидишь со мной разговариваешь, а в этот момент у тебя дома пожар. Он вскочил и побежал. И надо сказать, что вовремя успел спасти своих домашних. И когда его в отделении спросили, как там эта колдунья, то он сказал, она святая. Я ее не буду арестовывать. И никогда ее не отдам никому. Вот он не боялся даже так сказать. Она сохранила жизнь в моей семье. У меня был пожар, она мне об этом сказала. Если бы я помедлил, то все бы сгорело. И пострадали бы мои домашние. Вот какие были случаи у Матроны. И их было очень много. Говорят, что Сталин, узнав про Матрону, пожелал с ней встретиться. И что якобы она благословила его. И запретила покидать Москву. Предсказав, что враг не войдет в столицу. И что победу в войне будет праздновать советский народ. Матрона родилась в семье христиан Натальи и Дмитрия Никоновых. Рассказывают, что родители, увидев ребенка, сначала хотели оставить слепую девочку в приюте князя Голицына в соседнем селе. Но матери приснился сон. Девочка была в образе птицы с человеческим лицом. Но глаза были закрыты. И эта птица подлетела к маме Матронушки, к Наталье и села на ее руку. Мать Наталья, мать Матронушки поняла, что это знак небесный. И ребенка оставила в семье и не стала сдавать в приют для младенцев. Птица с человеческим лицом, без глаз. Это такой удивительный, какой-то сказочный почти образ, народный образ Матроны Московской. В 1999 году произошла канонизация Матроны. Люди замечали, что на ее могиле происходят чудеса. Ей молились в храмах и монастырях. В патриархию поступали множественные ходатайства с просьбой о прославление, а также доказательства исцелений по молитве к блаженной старице. И в 1998 году, 8 марта, были подняты, с 8 на 9 марта, были подняты мощи Матронушки. И сообщили по монастырям и близким, кто знал. Вот нам, я в это время была в горнем монастыре в Израиле, нам сообщили, мы стояли на молитве. Мы молились, когда было обретение мощей. И утром следующего дня нам позвонили, что мощи обрели, и скоро будет прославление. День ее прославления состоялся 2 мая. И с тех пор, 2 мая, всегда день Матронушки. Был написан Акафист, служба, икона была написана. И произошло такое наше вселенское прославление. Она попала, Матрена, сон святых. Таких же, как Александр Невский, Дмитрий Донской, Ксения Блаженная, Олег Брянский, Михаил Черниговский, наши великие русские святые. Сначала мощи святой были доставлены в Даниловский монастырь. Затем перенесены в храм Покровского женского монастыря и помещены в специальную гробницу – Раку. Так, Блаженная Матрона была причислена к лику местно чтимых московских святых. Матрона Московская – одна из самых любимых народом в России святых. Тот, кто хотя бы однажды побывал у нее в Покровском монастыре, испытал необыкновенное ощущение теплоты и отзывчивости во время молитвенного общения со святой. Матрона слышит нас и старается помочь каждому, кто приходит к ней. Вы смотрели Азы Православия. Увидимся на канале ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова